Первая лекция на сегодня называется «Краткая история рационализма». Она действительно будет довольно краткая, и во многом будут рассматриваться разные исторические материалы. Давайте попробуем сформировать, в общем-то, как это называется-то в науке, актуальность. Так часто люди гордятся своей разумностью и даже называют свой вид «homo sapiens», то есть человек разумный, что как бы намекает на то, что разум, по мнению многочисленных исследователей, с одной стороны, а с другой стороны философов, является одним из основных атрибутов человека, отличающий его от животных. Представляете себе, да? В общем-то, у нас есть такая штука, которая, оказывается, типа, отличает нас от животных. Мы homo sapiens, а животные, вот они вот совсем что-то не sapiens, соответственно, получается, да? Вот что-то, во что все остальные животные не sapiens, а мы почему-то sapiens, соответственно. Что такое sapiens, откуда это sapiens вообще взялось, да? Давайте попробуем разобраться, по большей части здесь, узнать, с чем это вообще связано. На деле же и похвала разуму, и обозначение человеческого вида как разумного, есть лишь следствие развития философии определенных философских тенденций, как ни странно, которые в сущности своей являются необязательными. Само существование разума может быть подвергнуто философскому сомнению, а сам разум может быть обозначен как довольно поверхностное и беспредметное обозначение разных способностей человека, укорененных в его природе куда очевиднее, чем разум. Давайте же попробуем разобраться, что такое разум, вообще, в принципе, откуда он следует, к чему он нас, в принципе, приводит и откуда он исходит, да? Разум, латинское ratio, или с греческого nus. Это философская категория, выражающая, смотрите-ка даже, тут сейчас будет высший тип мыслительной деятельности, неожиданно, да, то есть способность мыслить всеобще, способность анализа, абстрагирования, обобщения. Определение, на самом деле, неоднозначное, потому что анализ, это, наоборот, чаще всего подразумевается разделение чего-то на детали, то есть, вот, например, формально говоря, я провел анализ ручки, вот так вот, если вот прям вот попробовать на примере показать, что такое анализ, в рассуждениях анализ, это когда вы берете и разбираете что-то на предметы, что-то общее на конкретные части разбираете. Так что определение, на мой взгляд, не очень однозначное, и здесь те или иные слова, скорее всего, употреблены в довольно-таки таких, знаете, обобщенных значениях. Слово анализ в данном случае, скорее всего, имеет, имеет в виду не операцию анализа, в которой мы делим и разбираем отдельные части, а подразумевается просто, видимо, анализ, потому что здесь речь идет об обобщениях, понимаете, дело в том, что обобщение же это, ух, это всеобщее такое, ох, как бы оно, оно как бы наоборот собирать должно, то есть вот-вот я обобщение сделал, да, обобщение ручки, она одна, она целая, она едина, вот это вот будет анализ, в таком случае, ручки, ну, ну да ладно, да, на определение это мне не нравится, оно взятое из самых поверхностных источников, бог с ним, соответственно, бог с ним. Относительно разума ведется много споров, мы можем даже предположить, что никакого разума не существует, потому что, потому что никакого общего, как самого по себе, нет, в мире непосредственно его не присутствует. И, соответственно, что-то абстрагировать, ну, тоже нельзя, потому что, ну, это скорее, я не знаю, в лучшем случае фантазии какие-то будут, чем нечто реальное. Разум, в отличие от рассудка, довольно трудно зафиксировать, ибо рассудок мы применяем, начиная пользоваться той или иной логикой, то есть проводя рассуждения. То есть разница между разумом и рассудком заключается в том, что, ну, мы как бы говорим о рассудке в том случае, когда мы там начинаем, типа, о, Сократ там, не знаю, человек, все люди смертны, а значит, Сократ тоже смертен. Правильно? Правильно, 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 правильно получается. Действительно, глюк, что ли, опять, Ф? А, замечательно, друзья. Ну, лекциям, начиная пользоваться той или иной, а, замечательно. Все, нет, мы вернулись, мы вернулись, да, друзья, мы вернулись же. Ну, все, мы, кажется, вернулись. Все, прошу прощения. Воскресли, быстренько воскресли. Пишите всегда, когда Ф, потому что, ну, для меня это очень важно, я не знаю, когда Ф наступает. Это, я буду продолжать говорить, наверное, и повторять не хотелось бы для видео. Так вот. Разум, в отличие от рассудка, довольно трудно зафиксировать, ибо рассудок это применение некоторых логических операций. Ну, то есть, мы берем Сократ человек, Сократ, всякий человек смертен, следовательно, Сократ смертен. Вот мы проявили сейчас способность, так скажем, к рассудку, к рассуждению. Непонятно, насколько сам рассудок является встроенной человеческой способностью, опять же, либо мы учим людей рассуждать, либо это вживленная способность. Скорее всего, мне кажется, что рассудок это не вживленная способность, соответственно, скорее всего, это то, что обретается в воспитании. Но в любом случае, в отличие от разума, в отличие от разума, рассудок можно зафиксировать. Неважно, воспитывается он или не воспитывается, Он прям, опа, смотрите-ка, у этого чувака есть рассудок, нифига себе. А с разумом так не работает, к сожалению. Так вот. Так вот. Разум просто так не фиксируется, ибо сам он является своеобразной абстракцией, которая работает, опять же, с какими-то абстракциями и обобщениями. Поэтому, на самом деле, разуму всегда приходилось как-то так или иначе рационализировать еще сверху, рассуждать о нем, как-то с ним работать. И, в принципе, это не одна концепция, которая была бы нерушима на протяжении всей истории. У этой концепции очень длительная, длительная, длительная история существования, соответственно. И давайте попробуем в ней, наконец-то, разобраться. Давайте проследим историю развития разума до наших дней. Все начинается с досократического, ну, с вот этого вот и смежных понятий. Давайте попробуем здесь сюда копнуть, опять же, досократики, досократики. Все начинается, как всегда, с досократиков. Впервые слово «ум» или «разум», еще в больших кавычках, обретает философское наполнение философии Анаксагора, рассуждавшего о гомеомериях и Нусе. Гомеомерии мы оставим в стороне, соответственно. Давайте поговорим о Нусе. Когда речь идет о том, по каким принципам гомеомерии упорядочиваются и движутся в мировом хаосе, то античный мыслитель говорит о Нусе, то есть уме, изнутри управляющем материи. Анаксагор писал, ну, как писал, ну, передают, короче, античные источники, что он так писал. И действительно он, то есть Нус, тончайший, чистейший из всех вещей. Он обладает совершенным знанием обо всем и имеет величайшую силу. И над всем, что только имеет душу, как над большим, так и над меньшим господствует ум. И над всеобщим вращением господствует ум, от которого это круговое движение и получило начало. И все, что смешивалось, отделялось и разделялось, знал ум. Да, мы начинаем сначала с истории рационализма, а потом уже движемся к анархизму. Так вот, есть еще одна цитата, соответственно. Как должно было быть в будущем, как раньше было, чего ныне уже нет, и как в настоящее время есть порядок всего этого, определил ум. Он установил также, что круговое движение, которое совершают ныне звезды, солнце, луна и отделяющиеся вокруг воздуха эфир, само это вращение производит определение их. Так, отделяется от редкого плотное и от холодного теплое, от темного светлое и от влажного сухого, и все это предопределил, короче, вот этот самый нус ум. Понятное дело, что речь идет не о разуме, не о человеческом разуме в данном случае, это не наша человеческая способность. Анаксагор использует слово ум, скорее всего он его достал из греческого языка, соответственно. Да, после лекции будем смотреть видосы, конечно, конечно будем, а куда же еще, я иначе денег не заработаю вообще нисколько. Так вот, этот самый ум здесь понимается, скорее всего он вышел из какого-нибудь там греческого языка, соответственно, вошел в философию, философия стала абсолютным принципом своеобразным, а потом через абсолютный принцип, который применяется на все бытие, он опять вернулся в русло такой вот уже применимо к человеку способности. Анаксагор, судя по всему, судя по всему, употребляет слово ум в значении определенной движущей силы. Этот термин я, но не только я, использую для того, чтобы обозначить на турфилософии группу таких вот теорий, которые, ну, точнее сил, да, сил вот этих вот, группу теорий, которые, ну, определяют силы, воздействующие на материю и приводящие ее в движение. История действующих сил у десократиков довольно обширна, но все эти силы нередко оказываются подобны друг другу. Например, Фалес выявил, что всякая материя, а по нему это прежде всего вода, является одухотворенной. Я рассматриваю вот эту вот одушевленность, одухотворенность как действующую силу. Именно она заставляет воду двигаться и упорядочиваться, и это одна из важнейших функций этой самой одухотворенности, соответственно. Не менее примечательный пример такой силы, который мы обозначаем термином логос, используемый Гераклитом. Понятие логос было введено в греческую философию, этим самым Гераклитом эфирским, так как этот термин созвучен с житейским обозначением слова, сказанного человеком, он использовал его, чтобы иронически подчеркнуть огромную разницу между логосом с большой буквы, да, как законом бытия и человеческими речами. Вот. А космический логос, то есть слово, как говорит греческая философия, обращается к людям, которые, даже услышав, не способны его понять. В свете космического логоса мир есть гармоничное целое, однако обыденное человеческое сознание считает свой частный произвол выше общего законопорядка. Внутри этого всеединства все течет. Вещи и даже субстанции перетекают друг к другу, согласно ритму взаимоперехода и законосообразностью. Но логос остается равным себе. Кстати, заметим, что по этой причине, ну, Гераклит довольно часто плакал. Ну, то есть он реально плакал. Он такой вот приходил и плакал. Он смотрел на людей, они такие глупые, такие ужасные, такие бесполезные, и он плакал, просто глядя на этих людей. Потому что они никогда не познают истину, никогда не узнают, что там в мире логос, все, огонь, там, да, никогда не поймут этого. И он плакал из-за этого. Вот такой вот был интересный Гераклит. Опять F, что ли? Да ну нафиг. Да я не верю, не может быть снова F. Да, снова F, друзья. Прошу прощения, эта лекция будет выложена, кстати, в свободный допуск. Ну, то есть, опять же, те, кто будут смотреть нас с чистой записи, а это чистая запись на компьютере сейчас идет. Вот, соответственно, друзья, простите за то, что сейчас происходят вот эти вот сбои. Вот, мы вернулись к изначальной теме. Прошу прощения, друзья, за то, что все сбивается. Вот, мы вернулись. Спасибо, что вовремя предупредили. Надеюсь, как бы я немножко успел проговорить до этого. Продолжаем. Не менее примечательно разделение на любовь и ненависть у Эмпидокла. Тоже на первый план выходят некоторые человеческие свойства, через которые описываются законы движения мира. В случае Эмпидокла это филия, то есть, любовь, заключающаяся в желании быть вместе. Ну, то есть, филия, у греков было несколько понятий любви. Одно из них филия. Филия подразумевает желание сближения, быть вместе. Не полового сближения, а просто желание проводить там время друг с другом, например. Эта филия, она применяется, например, к друзьям. Вот, например, вы приходите ко мне, к Александру Шадову на стрим, у вас есть определенная филия, соответственно, по отношению к Шадову. То есть, у вас не Эрос, вы, надеюсь, там не занимаетесь какими-то пошлыми вещами, смотря на мой стрим. Это не Эрос, соответственно. Не знаю, может быть, отчасти имеются элементы вот этой вот третьего типа любви, то есть, привычка. Вы привыкаете к Александру Шадову, и, соответственно, у вас есть такой тип любви. Ну, и вряд ли это жертвенность. Хотя у донатеров определенная жертвенность. То есть, агапы у них тоже есть. Ну, а здесь у Эмпидокла речь идет именно о той любви, которая является притягательной. Причем здесь любовь и разум, при том, что мы сравниваем непосредственно те концепты, которые были у досократиков. Сейчас я все выведу. Ну, просто здесь Нус, который использует Анаксагор, он близок к вот этим всем понятиям. Любовь, ненависть, разум, логос. Это сродные понятия, которые являлись движущимися силами у досократиков, соответственно. И мы должны понять, какой силой является Нус в данном случае. Так вот. Так вот. Так вот. В чем вообще фишка, да? Любовь и ненависть у Эмпидокла. На первый взгляд выходят силы, и в случае Эмпидокла это филия. То есть, любовь, заключающаяся в желании быть вместе. Что следует, как бы, банально переводить силу притяжения, наверное. Если вы будете это как-то рассматривать, здесь вся лекция до ванамаса. Да ванамаса, друзья. Там будет новый рационализм еще непосредственно. Так что мы узнаем многое сегодня. Так вот. Продолжаем, продолжаем. Филия это сила притяжения, по большей части. А ненависть, которая еще нередко переводится как раздор, это наоборот сила разъединения. Так вот. Мы опять же встречаемся с силой, которая управляет движением материи. Мы видим, что Нус затесался в довольно неоднозначную кампанию, и он скорее являлся мировой способностью, но не способностью человека. Таковими были первые философские попытки осмыслить, ну вот это данное слово, понимаете? Опять же, довольно интересное его путешествие. А давайте посмотрим еще на кое-что. Пифагор и Парменит как источники философии рационализма, как ни странно. Просто ни Пифагор, ни Парменит, ну насколько я помню, не употребляли слово Нус терминологически. У них не было такого термина, как Нус. Им разум был, им плевать было на разум. Но, давайте теперь посмотрим. Теперь попробуем подобраться к пониманию ума разума с другой стороны. Идеалистическое понимание разума на ксагором в итоге сыграет свою роль в становлении данной концепции. А, но нас куда больше интересуют те атрибуты, которые обретет разум в дальнейшем. А вот Пифагор и Парменит, они и задали эти атрибуты, которые потом войдут непосредственно очень плотно в теорию рационализма. Здесь мы вынуждены обратиться к философии Пифагора, который смог создать теоретическую математику. Вообще математика в итоге станет одним из центральных умений для рационалистов, ну, как всех эпох. Начиная с нового времени, всех эпох далее. Математика одна из самых главных, в общем-то, атрибутивных качеств рационализма. Ну, окажется, по крайней мере, по большей части. А платоники и картезианцы, ну, да, кстати, да, и платоники плюс ко всему здесь еще прибавляются. Платоники и картезианцы в этом смысле всегда предпочитали математику логики. То же самое можно сказать и про ученых, которые довольно часто не владеют азами логики, но зато свободно пользуются математикой. Теоретическая математика один из главных атрибутов, используемых рационалистами в своей деятельности. Ну, то есть и ее создал Пифагор, именно вот, или Пифагорейц. Опять же, под словом Пифагор мы понимаем Пифагор или Пифагорейц, и Пифагорейцы, или Пифагорейцы. Тут вот так слитно можно понимать, да? А во времена античности математика была возведена в ранг абсолюта, то есть числовые преобразования, которые исследовали Пифагорейцы, для них имели реальное существование. Во многом в этом можно было увидеть зачатки философии будущего полтонизма, а точнее ее идеалистической составляющей. Пифагорейцы не верили в то, что они выдумывают математику. Они думали, что математика на самом деле открывается, то есть она уже есть в мире как таковая, и мы ее оттуда выводим. Более того, математика связана и с мистикой. В этом смысле ранний рационализм Пифагора, в скобочках, как и Платона, кстати, включает в себя многочисленные мистические аспекты. То есть это все еще рационализм мифологический, магический, если угодно, оккультный, такой своеобразный. И этим этот условно рационализм интересен, и этот рационализм будет еще преобразовываться на протяжении всей истории, пока мы не придем к тому, что мы вообще имеем с нашим рационализмом. А также довольно важным аспектом рационализма является логика, которая начала свое становление еще во времена Парменида, когда тот сформулировал в своих рассуждениях закон Тождества, то есть А равно А. Банально вот из этого утверждения растет практически вся логика. Без этого, ну, как практически вся, практически вся, ну, логика Аристотеля, как минимум, вся логика на протяжении большей части времени своего развития, соответственно, потому что вот закон Тождества и закон Тождества растет в логике Аристотеля во многом. А из логики Аристотеля, ну, вплоть практически до самой современности, у нас уже вот наблюдается, ну, такая вот отсылочка постоянная к Аристотелю. Ну, буквально до последнего века, наверное, у нас будет большая-большая зависимость логики исключительно от Аристотеля, но потом от Бекона, хотя у Бекона тоже закон тождества соблюдается. Ну, поэтому очень-очень важно. Пишут, да, до Фрёги. Да, где-то до Фрёги мы будем вот с этой проблемой сталкиваться. Ну, как с этой проблемой? То есть большую часть времени развития логики она проведет действительно под гнетом Аристотеля и под бесспорным гнетом закона тождества вообще без каких-либо но. То есть вообще без каких-либо но непосредственно. Так вот, давайте. Если мы посмотрим на альтернативное учение, например, на Гераклитово, то там окажется, что всё течёт и всё меняется, а потому А не равно А. Ведь даже в одну реку нельзя войти дважды. Да, река в один момент времени, она не равна сама себе соответственно. Она не равна себе в каждый любой другой момент времени. Мы люди, лишь абстрагируясь, мы лишь абстрагируясь, выделяем единство реки и говорим, что вот она одна и тем временем, даже пока наше мышление продолжает как-то вот протекать. Реальная река, она уже меняется. То есть мы не успеваем ухватить реку в её единстве. Мы, люди, в процессе своего рассуждения мы не можем приравнять А. А. Мы смотрим вот на реку, она течёт, всё. Всё. Она себе не равна. Мы только помыслили, во, река равна сама себе. Пока мы это проговорили, пока мы это продумали, река уже изменилась соответственно. Есть такие стратегии мышления, соответственно. Мы должны тоже это понимать, и для греков они были актуальны. Ну вот, соответственно, понимаете, это утверждение, я как бы пытаюсь показать, что А равно А, оно не самое очевидное. Это методологическая предпосылка, которая скорее даже, знаете, оно реально, ну, сущностно, оно онтологически восходит скорее вот к промениду. У променида бытие неподвижно. У него бытие вообще не двигается. Оно нерушимо. Всё, что движение мы наблюдаем, это всё иллюзия. Есть только неподвижное бытие, соответственно. Поэтому А и равно А. Там бытие равно бытию, бытие равно мышлению. Вот только поэтому. Потому что всё неподвижно как бы. У нас есть вечные законы в нашем уме, и мы можем так или иначе этим пользоваться. Так вот. В мире безостановочного движения А не равно А. Если мы и сможем мысленно остановить момент и приравнять вещь к самой себе, то, очевидно, это очередная фантастическая операция, которую мы на самом деле проделать не в силах, потому что время мы остановить не можем, соответственно. То есть мы попадаем в большую такую, в большую ловушку, соответственно, в ловушку метода. Мысли о вещи мы не замечаем, как она утекает от нас. Это пока А не равняется А в реальности. У нас в голове всё, что угодно, может приравниться ко всему, чему угодно. Для логики и парменида в неподвижном мире рассуждений А действительно равно А. Это не вызывает никаких вопросов. Это как бы может быть даже так... О! Да, ну это же очевидно. А равно А. А равно А. Но где мы эти А найдём, непонятно. На мой взгляд, это абсолютно неочевидная предустановка, воспринимаемая логиками на веру из этой философии, которая даже, ну, не подразумевала движение. Так, понимаете, трактир знаний А в скобочках сейчас равно А сейчас. Проблема заключается в том, что мы принцип этот используем не так. Как мы используем этот принцип? Там, я не знаю, у нас есть трактир знаний, да? У нас есть трактир знаний, например. Я не знаю, МЗ трактир знаний. Допустим, я назову вас там, не знаю, Икс. Вы Икс. Икс, не знаю, мы напишем Икс гомосексуалист, например. Икс равно гомосексуалист. Икс гомосексуалист. И мы будем все время придерживаться. Икс равно гомосексуалист на протяжении всей нашей беседы. Хотя вы за эту беседу можете даже перестать быть гомосексуалистом, например. Шутка. Может быть, вы и не являетесь гомосексуалистом. Нам, на самом деле, напревать с законом тождества, гомосексуалистов или нет, мы можем просто написать это. Все. Икс равно гомосексуалист. А равно Б дальше. Все, поехали. А равно Б. Вот вы А и ваше свойство Б, например. И поехали дальше это развивать. Нас даже не интересует истина ни в каком смысле здесь. И опять же, вот это сейчас, сейчас момент установленный, это тоже абстракция своеобразная. Момента нет. Мы момент не прокручиваем. Пока мы думаем о том, что есть два момента, А сейчас и А сейчас, то мы все равно как бы не улавливаем соответственно эти два момента. Мы их не улавливаем. Мы потеряли, мы потеряем момент во второй раз как бы. Мы его просто потеряем. Когда второй раз будем его промышлять, даже размышлять. Так вот, удивительно, что рационализм выбрал в качестве притечи наиболее такие, знаете, сомнительные абстрактные учения, которые только можно себе на самом деле представить. С одной стороны, фантастический пифагоризм с цифрами там, где бобы есть не надо соответственно, а то тебя пучить сильно будет и так далее, так далее, так далее. В общем, неоднозначный выбор, на самом деле, очень неоднозначный выбор притечей. Но так получилось. Но так получилось. История рационализма начинается с этого. Теперь начнем. Теперь самое важное начинается. Сократ как предшественник становящегося разума. Сократ. Одним из первых рассуждать о разуме именно как способности, судя по всему, начал Сократ. Кроме того, Сократ вернул разум из натурфилософии, где он выполнял роль движущей силы обратно в человека. Только следует напомнить, что Сократ, как его ученик Платон, судя по всему, разделял душу на разумную и неразумную. А неразумную душу еще на двое разделял. Там у нее два свойства было, мы их разбирать не будем. То есть разум, как человеческая способность, был присущ самой человеческой природе, проявляющей себя через душу. Одной из целей философии Сократа было очищение разумной души от всех следов неразумной. Ибо первое всегда было лучше и больше последней. Кроме того, Сократ разработал свой метод спора, который был назван Маевтикой. Или уже после он преобразовался в диалектику полноценную, диалектика Платона. И мы с этим, соответственно, дальше работаем. Отличить Платона и Сократа здесь, кстати, оказывается довольно трудно, потому что, ну, по сути, Платон по большей части и писал о Сократе. У нас есть некоторые тексты про Сократа, соответственно, которые написаны не Платоном, но... Но мы сейчас перечислили, скорее, платоническую идею, поэтому... Поэтому это все можно еще и Платону тоже вменять, потому что Платон здесь тоже сыграл большую-большую-большую роль. Пишет Шадов, ты приравнял предикат Х к Ху. Объясни лучше. Так, Х для меня просто переменная была в данном случае, я ничего не приравнивал. Так. Изобретение разума как способности Платоном. Давайте теперь к Платону перейдем. Непонятно, кто изобрел разум, Платон или Сократ, но кто-то из них его точно изобрел, соответственно. Кто-то из них был, в общем-то, прав. Платон один из самых выдающихся рационалистов за всю историю человечества. Ну, судя по всему, по крайней мере, предтечи иррационализма. Во-первых, он объединил в себе многие основные атрибуты, которые потом войдут в рационализм. Например, диалектику Сократа и маевтику Пифагора. Ой, математику Пифагора, соответственно. Диалектику Сократа и математику Пифагора, да. Во-вторых, он сам изобрел многие важные элементы рационализма, которые впоследствии будут развиваться в логике, средневековой философии и философии нового времени. Здесь все идет прежде всего об идеях Платона, созерцания которых мыслитель считал главной прерогативой разума. Иначе говоря, по Платону разум был способностью, которая позволяла человеку созерцать идеи. Благодаря ему человек получал доступ к припоминанию, что позволяло ему вспомнить о мире прекрасных идей. Однажды диаген Синопский, замечу, что Синопский, сказал Платону, я вижу чашку, а вот никакой чашности не вижу. Платон ответил, чтобы видеть чашку, у тебя есть глаза, а вот чтобы увидеть чашность, тебе не хватает разума. Заметим, что диаген Синопский, как и многие вообще в принципе киники, скорее склонялся к определенному такому вот номинализму. То есть, а зачем предполагать, что вот есть какая-то чашность, если мы ее не видим, если мы ее не чувствуем, если ее никак по-другому постулировать нельзя. Зачем ты говоришь о чашности, Платон? Где она существует? Как мне туда понять? Неважно, поставь трактир знаний, это предмет, трактир знаний, это природа. Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите, я все правильно сделал. Ну, то есть, то, что вы там придумали какие-то предикаты, уже, ну, как бы ваша проблема не моя. Продолжаем. Таким образом, Платон завещает потомкам философию, которая превращает всякую чашку в чашность, которая заставляет людей абстрагироваться, которые рассуждают о тех вещах, которые на самом деле не существуют. Ну, либо они существуют, но в мире идеи, с миром идеи работать довольно трудно. И сам принцип, заложенный Платоном, используется до сих пор. Проблема заключается в том, что этот принцип потерял онтологическое обоснование. Ведь сейчас мало кто верит в мир идей. То есть, смотрите, у Платона, у рационализма, у такого вот его типа рассуждения, было онтологическое обоснование. Есть мир идей. Мы, когда работаем, мы когда работаем с какими-то, не знаю, спорами, спорим друг с другом, беседуем и апеллируем каким-то общим идеям, мы начинаем подразумевать, что эти общие идеи вместе существуют. Вместе существуют. Ребят, я просто не могу отвечать на косвенные вопросы сейчас, у меня сейчас лекция, сорян, как бы. Я готов отвечать на вопросы непосредственно по лекции, но я не готов отвечать на вопросы, которые сильно уходят в сторону. Вот поэтому я не могу сейчас посвятить, блядь, я не могу посвятить, как бы, непосредственно вам внимание полностью уделить вот по этим таким вот вопросам незначительным, с предикатами связанными. Ну, сорян, сейчас вот сорян, потому что мы будем долго разбираться, мне придется чат листать назад, я не могу это себе позволить сейчас. Потому что я записываю отдельно еще, как бы, лекцию, но я ее записываю, как бы, как отдельную запись, друзья. Вот. Так вот, рационализм Платона был укоренен в антологию этого мира. Платон реально верил в то, что общие понятия, общие идеи существуют, ну, можно сказать, в отдельном измерении. Он думал, что может созерцать идеальные прообразы существующих вещей, более того, по Платону эти прообразы были куда более реальными, чем сами вещи. И вообще, в принципе, Платон считал философами именно тех людей, которые могут наблюдать эти самые прообразы, то есть вот именно идеи вот эти вот самые в чистом виде. Разум у Платона это не просто способность абстрагировать, разум это способность воспринимать мир таким, какой он есть на самом деле. Ну, лучше даже сказать, припоминать мир таким, какой он есть на самом деле, потому что мы, когда помещаемся в мир материи, мы забываем об идеальном мире отчасти. И можем получать к нему определенный доступ. И получается, да, нам нужно припоминание, мы вспоминаем о мире. То есть о мире идей, соответственно. Разум по Платону можно было бы сформулировать таким образом, что это способность припоминать идеи реальных вещей. И это довольно интересное отличие от того, что мы под разумом понимаем сейчас, соответственно. Серьезно, довольно интересное отличие, на мой взгляд. Так вот, разум у Аристотеля. Разум у Аристотеля. У Аристотеля все не так однозначно. С одной стороны, Аристотель закладывал основы логики, которая позднее станет очень важным направлением в рационализме. Ну, то есть логика будет использоваться людьми, которые прежде всего настроены на рационализм. Да, с другой стороны, он продолжал идеи Анаксагора в своей метафизике и физике, что тоже, в принципе, видно. Аристотель считал, что все идеи образуют некое мировое целое или мировой нус. Который, то есть, опять же, нус тот же самый, то есть, мировой разум. Который есть форма форм и ощущение ощущений. Актуально мыслящая вечность, в которой каждая чувственная вещь имеет свою идею. Эти идеи Аристотель мыслил вечно действующими, а состоящий из них, вот этот вечно, оно и неподвижный нус, он называл перводвигателем. То есть, в учении о нусе, не Платон, а скорее Аристотель является предшественником неоплатонизма. Это не мой комментарий, поэтому поехали дальше. Мировой разум, тончайшее и легчайшее вещество, содержащее по Аристотелю полное знание обо всем и обладающее абсолютной силой. И приводит, это вещество в движение упорядочивает, оно приводит вещество в движение остальное и упорядочивает его. Неоднородные элементы отделяются друг от друга, однородные соединяются. Также имеется философия стоиков. Кстати, здесь просто вот между строк упомянем, что стоиков мы практически не упоминали, потому что нам мало интересны концепты, которые так или иначе, вот опять же, абсолютизируют разум до, опять же, масштабов вселенной. У Аристотеля это было, у стоиков тоже. Об этом просто нужно упомянуть, что греки еще, в принципе, они думали, а что разум, это способность, или все-таки давайте это будет, ну как бы, не знаю, мировое онтологическое свойство. Поэтому не все тут так однозначно. Андрей Рашин пишет, пневмо у стоиков получше изучить, у учения стоиков, пневмо в том числе. Здесь их вклад в становление рационализма кажется мне наиболее значительным, да. И стоики, кстати, тоже логику разрабатывали, поэтому и Аристотель, и стоики вместе, вместе внесли большой вклад в развитие грядущего рационализма. Аристотель сформулировал основные законы логики, создал селогизм, и сформулировал полноценную теорию дедукции. И сказал очень много важных вещей, которые, в принципе, предрекли развитие европейской цивилизации. В этом смысле Аристотель, конечно же, основатель величайшей тенденции, один из наиболее, в общем-то, значимых персонажей, и так далее, так далее, так далее. Но, но, неожиданно, неожиданно может оказаться, что, неожиданно оказалось, что у этой теории, у этой группы теорий, которые мы сейчас видим, были критики античные. То есть, античная культура не просто так в чистом виде восприняла непосредственно теорию, в общем-то, Платона. То есть, Платон не то чтобы был общепринятым, особенно с самого начала. Наиболее примечательным, мне кажется, античный номинализм, который проявляет себя в таких школах, как Киники и Киринаики. В целом, номинализм идет от того, что никаких общих понятий в реальности не существует, отчего ломается и логика, и математика, ну, по крайней мере, их антологическая составляющая. То есть, если мы, опять же, вернемся к тем истокам, которые мы видели выше, для любого утверждения греки, они как бы, вот, если мы хотим заниматься математикой, то у математики должно быть антологическое основание. Да? Да. Небелогов спрашивает, атомисты тоже номиналисты? Слушайте, ну, на самом деле, с атомистами немножко, наверное, посложнее будет, потому что, например, у эпикурийцев, уже была лекция про эпикурийцев, у них есть определенные броски, броски такие интеллектуальные, знаете. То есть, их способ познания, он не то, чтобы слишком, как бы, держался на базе чистой такой вот эмпирики. То есть, у них есть идеалистические методы в познании, с одной стороны, но, с другой стороны, основной метод их исследования – это сенсуализм. Они сенсуалисты, по большей части, они на ощущения опирались. Но есть еще то, что выходит за пределы ощущений. Чтобы добраться до этих самых атомов, которые мы не ощущаем, которые мы не видим, надо как-то вот нырнуть мыслью и вперед в бой пойти, соответственно, и прорваться через все вот это. То есть, атомисты здесь, атомисты именно вот по эпикуру неоднозначны. А вот про этого Левкипа там и его ученика, соответственно, я его, блин, у меня из головы вылетело название Демокрита, имя Демокрита вылетело из головы. Так вот, Демокрит, да. С ними я не знаю, неизвестно мне. Так вот, грекам вообще, в принципе, не очень нравилось играть в те игры, которые станут повсеместным в нашей современности. Им казалось довольно странным действовать так, как будто математика и логика работают, если не существует тех самых общих понятий, которые онтологически фундируют их. Вот. То есть, опять же, понимаете, греки были чрезмерно последовательны в этом смысле. То есть, потому что на самом деле они занимались вот этими всеми занятиями идеалистическими с чистым энтузиазмом, по сути. То есть, им никто за это деньги чаще всего не платил. Ну, софистам платили, но софисты просто были очень крутые и полезные ребята для общества. Для своего. Вот. А относительно, относительно именно вот этих вот игр, в которые играли греки, не, в которые мы играем, скорее, греки, они не хотели в них играть. Обязательно нужен был антологический прочный фундамент. Мы должны были уверены быть в том, что, например, идеи существуют. И тогда поехали идеалистические методы, можно чеканить. Это сейчас математик с пафосом чистого материалиста может заниматься математикой и непоследовательно говорить, что математика на самом деле это просто инструмент, который может выполнять там некоторые задачи какие-то, веселые, интересные задачи может там выполнять. Но на самом деле к реальности он не имеет отношения никакого. И вот так, вот так, как-то так, знаете, математик будет оправдываться еще. Не-не-не, мы не верим там в идеальные числа, не верим в идеальные значения. Нет, их-то все ничего не существует там. Мир на самом деле не пронизан математикой. Не-не, мы просто используем это как инструмент, это как бы язык, знаете, как бы язык. Это как бы язык описания там и все, как бы. Ну, не надо нам тут навешивать всяких значений. Греки бы просто не смогли бы заниматься этой херней на протяжении миллиона лет, простите. На протяжении тысячи лет без остановки и без какой-либо пользы, понимаете? Если бы у них не было онтологического фундамента для занятия этим. Действительно, ну, было бы очень смешно, если бы греки начали тратить просто реально тысячу лет и потом еще там 500 лет уже в средневековье на математику, которая на самом деле очень мало что дает. Ну, вот так вот, да. Греки были в колоссальной степени последовательны, что очень важно понимать. Что очень важно понимать. Если сами математические преобразования существовали для того или иного мыслителя, для того или иного мыслителя, то он закономерно занимался математикой. Если мыслитель считал математику выдумкой, то закономерно он ей не занимался и даже критиковал. То же и с логикой. Если мыслитель допускал существование общих понятий, то он занимался логикой. А если не допускал, то за этим следовала критика и отрицание самой логики. Греки в своих мыслях были куда более последовательны нас в современном мире. Поэтому, на мой взгляд, у них не могло появиться как таковой науки, этого безумного клубка всевозможных сущностных противоречий, где в безумной пляске переплетаются универсализм и номинализм, рационализм и эмпиризм, критицизм и догматизм. Если бы современный человек был настолько же смел и последователен, как Греки, то он без особых проблем углядел бы противоречия в научной догматике. К слову, беспринципная наука, как мне думается, потому так быстро и развивается, что она не требует никакой последовательности между методами и действительностью, реальностью, между инструментами и непосредственно верой в мир, как непосредственно. Греки были слишком принципиальными. Они не допускали тотального сущностного противоречия в собственных учениях. Ну, по крайней мере, тотального философского противоречия они не допускали. И, возможно, в этом была их слабость, кстати. Во многом, возможно, в этом была их слабость. И, возможно, как раз вот это вот безумное противоречие, которое наука пытается от всех скрыть, это ее сила. Кстати, я не то чтобы здесь ругаю науку, потому что именно вот этот компромиссный характер науки, наука всегда компромиссом оказывается. Компромиссом между, не знаю, универсализмом и номинализмом, рационализмом и эмпиризмом, критицизмом и догматизмом наука такая, вот знаете, очень гибкая штука. Вот в итоге это очень промежуточное учение, на самом деле. Это действительно, если рассматривать науку как философское учение, оно крайне промежуточное в этом смысле и крайне хитрое. И крайне хитрое, что тоже важно понимать. И, возможно, и в этой хитрости и кроется секрет успеха науки как таковой. Потому что, на самом деле, она не до конца продумана, как хотелось бы вообще. В принципе, ну да ладно. Средние века. Переходим в средние века. Да, мы теперь разобрались с античностью. Там был и определенный фундамент для вот этой самой рационализации. Фундамент рационализма мы там нашли. Но также часть этого фундамента, очень важный спор, разразился в средние века. В средние века спор об универсалиях, как спор о наличии и отсутствии разума. Мы можем подойти с этой стороны к проблеме. Так вот. Ввиду некоторых исторических событий случилось нечто неожиданное. Да. Христианство стало основной религией сначала в Римской империи, а после в средневековье. Больше тысячи лет откровенного идеализма привели к распространению рационалистических тенденций. Тем более важно понимать, что за эти тысячи лет из всех мыслителей античности особого внимания заслуживали лишь Платон. Именно вот в средневековье очень большой популярностью пользовался Платон. Особенно ближе к начальным этапам схоластики, соответственно. А ближе к поздним уже снова вернулся Аристотель. Аристотель, изобретатель логики. Платона мы здесь, видите, обзываем изобретателем рационализма. Так вот. Представители многих философских школ были либо уничтожены, либо просто исчезли. Ну, они не стали популярны в средневековом мире. И, наверное, даже некоторые из них не могли стать популярны, потому что занимались довольно странными для средневекового человека вещами, которые противоречили христианской догматике. А Платон и Аристотель не то, чтобы очень сильно противоречили. Поэтому добро пожаловать Платон, добро пожаловать Аристотелю в средневековый мир. Вот. Основные философские тексты античности также пропали ввиду ряда обстоятельств, в которых, кстати, не всегда были виноваты христиане. Тоже важно здесь подчеркнуть, что христиане не то, чтобы взяли и убили вообще всех, как бы, и сожгли все тексты. История складывалась довольно неоднозначно. История складывалась довольно-таки неудобно. История, связанная вот с вот этим вот уничтожением плюрализма, она, ну вот, получилась довольно такая странная. Тем более, сами греки тоже плюрализм, по большей части, уничтожали ближе к концу эпохи, уже к поздней античности. Там уже и сами греки, как бы, всех своих оппонентов переспорили. Было очень много неоплатоников. Неоплатоники были вообще везде, во всех, во многих городах больших был свой университет, там, ну, как академия какая-нибудь своя с неоплатониками. Там в Египте была, в Риме была, там, не знаю, в Афинах была еще одна, как бы, все, там их было очень много непосредственно. У каждого, у каждого, короче, своя база была. И в итоге сами, сами, сами греки, они, как бы, ну, греки-античники, римляне и греки, они так или иначе взяли и скушали, скушали большой-большой плюралистический философский пирог тоже во многом. Так вот, в средние века наблюдается развитие основных атрибутов платонической и перипотетической мысли. Опять же, те самые знаменитые семь свободных искусств, мы можем вспомнить, знаете, да, семь свободных искусств, как минимум четыре из них базируются на математике, а математика позже станет фундаментом для развития будущего рационализма. Так вот, у нас есть квадривии, в которые ходят арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Напоминаю, что все они, вот этот квадривий, он считается математическим полностью. То есть, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Это четыре дисциплины, в которых с необходимостью нужна математика. Это математическая база, получается, квадривий. Так вот, теперь тривий. Есть еще и тривий, в который входит, кстати, грамматика, диалектика и риторика. Под диалектикой, в скобочках, логика, бесспорно, ну, это бесспорно рационалистический атрибут. То есть, как мы видим, по большой удаче, по величайшей удаче, в средневековое образование, а семь свободных искусств, как бы фундамент для последующего образования. Сначала преподавали семь свободных искусств, когда вы попадали в университет, а после вам уже преподавали какую-то конкретную профессию, там, не знаю, юриста, теолога или, там, доктора. Что хотите, короче, но это уже на втором этапе. Сначала все проходили семь свободных искусств. И какая удача, смотрите, из семи свободных искусств, как минимум пять имеют прямое отношение к грядущему рационализму. Вот, вот какая интересная вещь, понимаете, вот какая интересная. То есть, арифметика, геометрия, музыка, астрономия и диалектика, без каких-либо вопросов, они действительно имеют место для рационалистического дискурса. Если для греков такая постановка вопроса вообще была бы неочевидна, но, то есть, неочевидно было бы делать именно такое образование. То в средние века отбор произошел довольно удачно. Как бы вам сказать, крайне удачно произошел. Такое впечатление, будто сам Платон создавал эту систему образования, но это, конечно, шутка, конечно, не он ее создавал. Одним из основных споров, касающихся рационализма в средние века, был спор об универсалиях. Ведь вопрос, на самом деле, заключается в том, насколько реальны те понятия, которые мы используем в дискурсе. Ну, это во многом позволит нам и обосновать и логику, и математику. Ну, то есть, если реальные вот эти все общие понятия реально где-то существуют, тогда, в принципе, и у логики, и у математики возникает такой, знаете, материальный, онтологический базис. Что сразу повышает ее крутость в несколько раз. Что такое универсали? Универсали – это общие понятия. Это общие понятия, я не знаю, ну, симбикорт. Смотри, вот этот симбикорт, этот симбикорт – это вот единичное понятие. А вот когда я говорю про симбикорт и вообще, в принципе, или просто принципиально про лекарство симбикорт, у меня его сейчас даже не показывают, допустим, я хочу симбикорт. Это будет общее понятие. Вот где оно существует. Понятно, что вот эта штучка, вот она существует, я на нее пальцем могу показать. А когда пальцем не могу на нее показать, где она, где, где, в каком мире она существует, в мире идей Платона или нет. Давайте разберемся с позициями. Первые ребята, которые нам очень нравятся, это универсалисты. Их еще называли реалистами, потому что они считали, что эти универсали, они реально существуют. Так вот, они придерживались позиции, согласно которой материальные, и, видимо, это лишь акциденции. То есть, вот наоборот, видите, вот это все на самом деле акциденции, это просто как бы, ну вот, этого могло бы и не быть, соответственно. А вот общее оказывается реально, вечное и бессмертное. И это самое, что самое главное, существует оно вне нас, вне нашего разума. Познать это общее, значит познать все. Крайние реалисты склонялись к мнению, что понятия это сами идеи Платона. Более умеренные полагали, что это роды и виды, как у Аристотеля. И существуют они, бывает, в самих вещах даже. То есть, уп. Ну и тут у нас появляется вообще, в принципе, направленность. Направленность. Где существуют вещи? Вещи, где существуют вот эти общие понятия. Общие понятия, где они? Есть несколько вариантов ответа. Первый вариант ответа, они существуют в мире идей. Где-нибудь там вот за пределами нашего мира, либо в уме самого Бога. То есть, вне нас и вне вещей. Есть такая же расстановка, где они существуют только, ну не только вещи, они существуют в вещах, как минимум еще. То есть, у каждой вещи есть своя идея, допустим, своя форма, правильно? Какая-то форма у нее есть, и это как бы является ее вечным свойством, качеством. А есть еще и такой вариант, когда они существуют только у нас в голове. Мы, то есть, взяли и придумали себе какую-то чепуху. И делаем вид, что как бы, ну вот оно так работает. Так вот, номиналисты отрицали онтологическое значение универсалей. Сами общие понятия оказывались отвлечением от сущности вещей, которые возникали в уме человека. Где универсали, номиналисты отвечают в уме и нигде больше. Вот у нас вот здесь они. Мы их придумали как бы, не надо ребят говорить, что мы их не придумали. Не придумывайте, ребят. Так вот. Крайний номинализм считает универсали лишь словами и ничем большим. Одним из представителей крайнего такого вот номинализма это Расцелин. Одно из самых знаменитых имен, в общем-то, средневекового дискурса это Расцелин. Многие мыслители, вообще в принципе, многие мыслители, которых я не назову сегодня, они универсалисты так или иначе. Чтобы вы понимали, значительное число мыслителей средних веков, они были все-таки за универсали. Но были и соперники, типа Расцелина. Также есть такая концепция, которую создал Пьер Абеляр. Это концептуализм. По сути, он является, наверное, формой номинализма некоторой. Так вот, он отрицал онтологическое значение универсали и считал, что общее существует после вещей. То есть, опять же, в мыслях, в голове. То есть, по Расцелину это только как бы слова, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но по Пьеру Абеляру это не просто слова, это существует еще вот у нас в разуме, в нашей голове. Вот это концептуализм. Наиболее интересным представителем средневековой философии являлся Фома Аквинский. По вопросу, вот конкретно отвечая на вопрос об универсалиях, Фома Аквинский сделал ход как бы конем. Очень шикарный ход и как бы всех переиграл им, видимо, этим ходом. Он утверждал, что универсалии, они имеют троякий род. Они существуют, с одной стороны, до вещей, поскольку они суть мысли самого Бога. То есть, они у Бога в мыслях существуют. Это раз, до вещей. Они существуют в самих вещах, поскольку они составляют общую сущность вещей. И после вещей, поскольку ум человека извлекает их из предметов и образовывает понятия. Понимаете, в чем дело? Как он обыграл? То есть, мы разобрали концепции, которые выхватывали по одному пункту из вот этих вот трех. А оказалось, вот можно и так было все сыграть. Фома Аквинский, кстати, считается умеренным реалистом, хотя очевидно, что он попытался соединить и реализм, и номинализм, и вообще там, не знаю, два рода непосредственно тоже реализма, соответственно. Интересно. Давайте обсудим важную проблему. Ответ на вопрос об универсалиях, собственно, один из самых важных. Когда речь идет об определении статуса разума. Ведь все-таки, да? Если разум действительно исследует реальность саму по себе, то его статус становится крайне высок. Если разум, как в номинализме, просто выдумывает общие понятия, то можно сказать, что его статус резко понижается. Да и в целом, в зависимости от ответа на вопрос об универсалиях, будет зависеть, что мы вообще понимаем под разумом. Ведь одно дело созерцать общие законы природы, которые реально существуют, а другое выдумывает законы, просто обобщая свои фантазии, в своих фантазиях частные случаи. Представляете себе, да? Представляете себе, какие разные определения разума. С одной стороны, мы как бы действительно, о, саму сущность вещей видим с помощью математических формул. Брух, брух, как бы, вух, ничего себе, какая магия. А с другой стороны, все может оказаться, что мы с помощью этого разума-то на самом деле просто фантазией какой-то занимаемся. Беспредметной, по сути, своей. И у нас получается такая сложная система. Так вот, философию, термин рационализм, он перенесен, кстати, из теологии, опять же, про средние века, скажем, да? Где обозначалось, где так обозначалось направление, сторонники которого настаивали на очищение религии от всего, что не может найти разумного объяснения, подвергая догматы веры логическому анализу, как ни странно, да? Истоки рационализма и основные рационалистические вопросы, как легко увидеть, встречаются уже в средние века, но окончательное оформление рационализма как течения произойдет несколько позже. Мы сделаем небольшой скачок сейчас от рационализма, ну, то есть перескочим эпоху возрождения. Так вот, рационализм, условно говоря, вот так скажем, уже рождается более-менее окончательно, более-менее мощно, вот он уже, можно бы фиксировать его существование терминологически, рационализм рождается в начале нового времени, как, с одной стороны, полноценное философское течение философии, а с другой, полноценный базис для последующего философствования вне зависимости от школы, от Декарта до Гегеля. Если в средние века далеко не все называли себя рационалистами, то в новое время это слово начинает использоваться повсеместно. Теория разума прошла через гуманизм эпохи возрождения и в некотором роде преобразилась, собрав в себе основные черты, о которых мы говорили ранее, обсуждая притечи рационализма. Что ж такое рационализм? Давайте попробуем разобраться, узнать, что такое рационализм. Уже в более конкретных терминах. Рационализм – это философская, мировоззренческая установка, согласно которой истинными обоснованиями бытия, опознания, развития и поведения людей являются принципы разумной целесообразности. Классическая парадигма рационализма была создана европейскими философами 17-18 веков. Прежде всего это Рене Декарт. Вторую очередь – это его ученик Мольбранш. Потом это Спиноза и Лебнец. Такие вот основные представители раннего рационализма. В учениях этих мыслителей идея высшей разумности божественного творения стала на почву подготовленную развитием естествознания и математики. Отталкиваясь от холостических методов спекулятивного разыскания основоположений бытия, рационализм обратился к проблемам научного метода. Центральной из них была проблема оснований. Оснований научного знания. Ее предполагаемое решение направлялось одной из двух фундаментальных стратегий. Первая стратегия, наиболее четко сформулированная Локом, заключалась в том, чтобы полагать единственным надежным источником научных знаний опыт. Ну то есть империзм, да. Этот концепт называется империзм. Это нечесть рационализма. А есть вторая стратегия, которая приняла за образец истинного знания математику, которая в 17 веке стала применяться в исследовании природных явлений Галилеем и Кеплером. Так вот, путь математики, начинающий с очевидных и несомненных истин, был признан наиболее отвечающим установке рационализма и, следовательно, общим методом познания. Там был комментарий, да? Фома отделил необходимость знаний и веры. Отделил необходимость знаний и веры. Вроде легализовал натуру философии. Фома отделил необходимость... Я не понял, что вы написали за Гдауман. Отделил необходимость знаний и веры. Фундаментальное требование классического рационализма достижения абсолютной и неизменной истины, обладающей универсальной и общезначимостью для любого нормального человеческого ума. Это требование представлялось несовместимым со стратегией эмпиризма, потому что опыт конечен и ненадежен. Знание, полученное из опыта, может считаться лишь вероятностным и относительным. Поэтому версия рационализма, связанная со второй стратегией, постепенно стала определять собой рационалистическую установку в целом. Этим определяется смысл оппозиции, рационализм-эмпиризм, во многом определивший содержание дискуссий по научной методологии на протяжении почти трех столетий. Давайте попробуем разобраться с характерными особенностями рационализма 17-18 веков. Водички надо было бы взять. Так вот. Исключительно высокая оценка дедукции как метода развертывания системы знаний из несомненных и очевидных оснований – это одна из первых характерных особенностей. Вторая особенность – это универсальная математика как идеал и образец всякой науки, тоже свойственна рационализму. Вторая, еще третья, третья особенность – это отождествление логических и причинно-следственных отношений, что означало для рационализма отождество структур бытия и мышления. Порядок и связь идей – те же, что и порядок и связь вещей. Уверенность в том, что человек силой своего разума способен вывести умопостигаемую первопричину и источник бытия – тоже одна из характерных черт раннего такого рационализма нового времени. Также гносеологический эмпиризм был свойственен вера в то, что разуму нигде не положены пределы, и его развитие, в принципе, бесконечно. Высокая оценка науки и ее роли в жизни людей, и в структуре, ну, культуры, соответственно, тоже. Давайте немножко помедитируем над этими терминами, потому что я, ну, как бы, мы немножко задерживаем, мы немножко торопимся, я думаю. Сейчас мы можем убежать дальше, но давайте немножко посидим здесь. Давайте вспомним, да, мы уже прошли небольшую такую историю непосредственно рационализма, уже кое-что даже знаемое, кое о чем слышали, соответственно. Вопрос главный, да, вопрос главный. Это все соотносится с тем, что было в прошлом. Конечно же, соотносится исключительно высокая оценка дедукции, как метода развертывания системы знаний. Это откуда? Это от Аристотеля. То есть, Платон и Аристотель здесь влияют очень сильно на предложенную систему. Универсальная математика – это Пифагор-Платон, соответственно. От Пифагора и Платона вот до нового времени математика развивалась, и вот она сюда пришла. Да, 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 тут же логика, логические, причинно-следственные отношения и так далее, это тоже нас к Аристотелю относит непосредственно. Уверенность в том, что человек силы и разума способен вывести умопостигаемую первопричину, источник бытия, ну вот тоже вам интересная штука, которая тоже относит нас скорее к Аристотелю. Опять же, у Аристотеля в текстах мы встречаем очень позитивную оценку способности познания, ну и по сути Аристотель с помощью логики, с помощью рассуждений смог вывести, как ему казалось, эту самую умопостигаемую первопричину, источник бытия, то есть перводвигатель. То есть Аристотель действительно полагал, что он смог это сделать. Видите, у нас какой дискурс-то получается узкий-то на самом деле, кому все восходит, как интересно. Зак Далман пишет, Шерлок Холмс путал дедукцию с индукцией, есть такое. Что делать? Оказывается, все эти характерные особенности рационализма в 17-м и 18-м веке, они неожиданно, как-то неожиданно, соотносятся со всем тем, что мы собирали, что мы собирали выше. Помните, да, мы собирали большой такой костяк из античной философии, где мы искали предтеча для философии рационализма, какие-то конкретные идеи, какие-то замыслы разных мыслителей. И в итоге все это, почти все это уместилось здесь. Интересно, да? Давайте посмотрим, как же рационализм реализовался в науке. Рационализм, как идеалистический корень науки, он очевиден. Наука нового времени, которая в самом начале была все еще в философии, очевидно, опиралась на математику, а также поддерживала все догмы раннего рационализма. Все можно описать математически. Напоминаю цитату Галилея «Измеряй неизмеримое и делай измеримое измеримым». Так вот, наука — это сфера, в которой рационализм проявляется довольно сильно. Для науки рационализм — это одно из двух важнейших убеждений, которые предопределяют саму научную догматику и входят в естественную установку. Вторая важная догма — это эмпиризм, конечно же. Так вот, критика рационализма в Европе. В скобочках — романтизм и иррационализм. Мы, к сожалению, вынуждены перескочить Канта, Фихта, Шеллинга и Гегеля, а также многих других рационалистов. Мы лучше сразу же обратимся к критике рационализма. Дело в том, что все вышеперечисленные мыслители, хотя являются великими для европейского общества в масштабах мировой философии, не произвели колоссальных переворотов в теме рационализма. Но, честно, не произвели. Тот же Кант, который ограничивал способности чистого разума, все равно пользовался той базой, которую оставили ему рационалисты-предшественники. А немецкие идеалисты во многом пытались вернуть разуму тот авторитет, который у него забрал Кант. То есть, когда мы говорим о немецкой философии, вот это, знаете, это такое вот, как бы это сказать, фанфик по общей истории философии, только немецкий получился. У немцев такая вот своя немножко, вот, свое немножко отношение ко всему, что происходило в европейской философии, они его выразили в немецкой философии своей, собственно. Одним из наиболее мощных движений, направленных на критику рационализма, был философский романтизм, который во многом проявил себя в искусстве. Романтизм явился реакцией, с одной стороны, на догматическое и пустое прогрессивное просвещение, а с другой на философию кульминационного для рационализма мыслителя Гегеля. То есть, Гегель, на самом деле, давайте вспомним, что Гегель реально, ну, титан непосредственно рационализма, это как бы, это последний крупный рационалист в классическом смысле этого слова, хотя вроде бы он и математикой не особо увлекался, но у него была логика, своя логика, наука логики у него была, и, по сути, у него было свое гигантское рационалистическое учение. В этом смысле Гегель следует за принципами вообще многих рационалистов и является, ну, наверное, такой, знаете, терновый венец, блин, рационализма, ну, корона, корона рационализма, короче, не терновый, не терновый венец он, все-таки, ну, ладно. Философский романтизм поднял знания того, что иногда называют не совсем точно интуицией или фантазией, в пику холодному разуму, абстрактному интеллекту. Профессор Жак Барзен отмечал, что нельзя считать романтизм бунтом против разума, это бунт против рационалистических абстракций. Признание логики сердца, о которой столь выразительно говорил Паскаль, а, кстати, Паскаль, напоминаю, он еще и математиком был неплохим, и, в принципе, он довольно удачно вписывался в дискурс рационализма. Так вот, признание интуиции и более глубокого смысла жизни является равносильным воскрешению человека, то есть способного летать. Именно в эпоху, именно в защиту этих ценностей против вторжения обывательского материализма и узкого прагматизма и механистического эмпиризма восстал романтизм. Не менее, на мой взгляд, важное влияние на критику рационализма оказали и рационалисты Шопенгауэра, Штирнер и Ницше. Волюнтаризм Шопенгауэра с легкостью переместился в философию современности. То есть есть несколько направлений, связанных с философией жизни, которые развивают дальше волюнтаризм Шопенгауэра, и также волюнтаризм Шопенгауэра преобразился в вообще волюнтаризм уже нишанский. И нишанский волюнтаризм тоже повлиял непосредственно на развитие философии жизни в современности. Так, тут пишут, как вам такая аналогия? Кант, Сократ, Гегель, Платон, Маркс, Аристотель в рамках истории западной философии. Какая-то херня, честно говоря. Какая-то чушь, короче. Ну и тем более Сократ, Платон и Аристотель разделяли меньшее расстояние немножко. То есть, в принципе, в принципе, я думаю, Аристотель мог застать еще молодого Сократа. А вот Маркс мог ли застать Канта? Вроде нет. Не мог застать Канта. Ну и тем более между Кантом и Гегелем есть фихты. Ну то есть... И, кстати, фиг-то, может, даже ближе к Платону, чем... Хотя Гегель тоже близок, хрен их знает. Тут еще, понимаете, в чем дело? Канта, ну, у Канта нередко замещают многие аспекты философии, которые очень похожи на платонизм, поэтому, знаете, тут тоже не так однозначно все. Ну и Аристотель, соответственно, не материалист. Как Маркс. Плохая аналогия, я считаю. Ничего не совпадает. Так вот, не менее важное влияние на критику рационализма оказали иррационалисты Шпенгауэр, Штирнер и Ницше. Волонтарист Шпенгауэра повлиял, да, на современную философию и так далее, и так далее, и так далее, да? Ницше будет упоминаться многими экзистенциалистами и постмодернистами современности. И лишь Штирнер, один из наиболее интересных критиков разума, практически не оставит следа влияния на других мыслителей, которые так или иначе работают с критикой рационализма. Так вот, относительно конкретных позиций критики и предлагаю вам посмотреть лекцию по философии иррационализма, расположенную, опять же, на моем канале. У меня есть полноценная лекция по иррационализму. Шпенгауэр, Штирнер и Ницше. Сейчас я, наверное, просто скажу, что это очень влиятельные персонажи, которые предрекли развитие философии 20 века, которые, в принципе, уже... Ну, именно континентальная ее, по крайней мере, отрасль была очень, как бы, сильно направлена на критику рационализма, на его преодоление, а иногда на попытку так или иначе... Как бы это сказать? Так или иначе выжить в сложившихся условиях, когда рационализм критиковал всякий, кому было просто не лень, соответственно. Эти чинения философии, а также некоторые исторические события, включавшие в себя крушение теории Ньютона и Первую мировую войну, привели к необходимости переосмысления рационализма, который уже не мог оставаться прежним. И здесь мы переходим к теме «Новый рационализм». Новый рационализм автора данной концепции, данной вообще книгой так называется «Новый рационализм» Гастон Башляр. Гастон Башляр, по-моему, автор довольно-таки выразительный, интересный. Так вот, заметим для начала, перед тем, как мы начнем разбирать концепцию Гастона Башляра, она здесь довольно длинно представлена, давайте все-таки обратим внимание на то, что сам Гастон Башляр был далеко не единственным представителем философии, который попытался реабилитировать, реанимировать, лучше даже сказать, реанимировать рационализм. Да, это об этом будет сказано, кстати, ниже. Так, отвечая на вызов критики, современный рационализм противопоставляет ей ряд контраргументов, в совокупности представляющих собой попытку удержать основные традиции Европы и мировой культуры от грозящего им разложения. Так, критический рационализм Карла Раймунда Поппера и других представителей этого критического рационализма акцентирует внимание на способности разума преодолевать любые заблуждения и выступать основой демократического или открытого общества. Причину общественных катаклизмов следует видеть не в пороках рационализма, а напротив, в иррационализме, неизбежно наступающем, когда разум отступает от своих позиций и теряет активных сторонников. Неорационализм Гастона Башляра и, опять же, других представителей выступил за реформирование рационализма в духе требований современной науки и техники. Так вот, цель реформы – реинтеграция рационального мышления и культурологической активности человека. Некие технократические направления в социальной философии связаны с попытками создания новой парадигмы рационализма, в которой принципы рациональности сочетаются с гуманистическими, религиозными, эстетическими ориентирами человеческой деятельности. Башляр наследует рационалистические традиции французской мысли с ее ориентированностью на науку. Его диссертации руководили Рэй и Брюнсвик. Ну, не знаю, кто это, кстати. Он критиковал Агюста Конта, но всегда подчеркивал его роль в формировании научного духа. Башляр был привержен к традиционным ценностям научного рационализма, который он, однако, стремился привести в соответствие с новым научным духом, осознав те философско-металлогические уроки, которые дали человеческой мысли революционные изменения в науке XX века. Башляр не приемлет все характерные для его времени философские концепции науки, то есть прагматизм, конвенционализм, спиритуализм и бергсонианство, а впоследствии также и модный в 1950-х годах экзистенциализм. Его внимание и позитивную оценку заслужили только феноменология и психоанализ, заметно повлиявшие на его в предвоенные годы. Кстати, да, относительно психоанализа, в духе психоанализа у Башляра написана пентология по стихиям. То есть он разбирал философию воображения вообще в целом. То есть, видите, это какой-то рационалист довольно интересный. Довольно интересный рационалист, который на самом деле огромное внимание в своих текстах уделял проблеме стихий и воображения вообще в целом. То есть в рационализме Башляра находится место еще и для воображения, что тоже крайне интересно. Так вот. Философские открытия, включая прорыв к новой антологии, возможно по Башляру только в результате... Да, у меня есть лекции по Башляру на канале, если что, но они не связаны с новым рационализмом, поэтому мы сейчас читаем новый рационализм. Так вот. Включая прорыв к новой антологии, возможно по Башляру только в результате осмысления выдающихся научных достижений. Анархизм будет следующий. Каковы имя он считал? Прежде всего создание теории относительности и квантовой механики. Именно этими научными свершениями он был глубоко, как мыслитель, задет, в результате чего и родилась его собственная философия нового научного духа, открытого рационализма, рационального материализма, предкладного рационализма, сюррационализма и так далее, как он ее по-разному называл. Одним из главных философских уроков научной революции Башляр считал принцип дисконтинуальности. Вот что он об этом пишет. Современное научное изобретение подводит итог такой гигантской сумме человеческой истории, утверждаясь на природе столь глубоко преображенной человеком, что нельзя больше разделять тот континуализм, которому учат философы. По Башляру наука и техника воплощают разрыв разума с миром обыденного опыта. Его концепция эпистемологических разрывов направлена против любых выравниваний разнородных интеллектуальных формирований, против диктата априорных универсализирующих схем и легковесных обобщений ленивого ума, не следящего за творческой обновляющей мир работы научного разума. Учение о разрывном характере и динамике познания вытекало у Башляра из его представления о необходимом системном единстве образований знания, ограничивающем возможности его постепенного континуального измерения. С понятием разрыв связано представление и об эпистемологическом препятствии, выдвинутые Башляром в результате критического преодоления им индивидуалистической концепции науки с ее кумулятивизмом и континуализмом, в которой прогресс знания выглядит чуть ли не как результат его почти автоматического роста. Разрывы и препятствия взаимосвязаны, так что каждый разрыв в эволюции знания оказывается непрерывностью для препятствия. Например, ментальность, соответствующая химии Лавузье, свободно преодолевает разрыв, возникший между ей и новой постлавузьевской химией, тем самым порождая препятствия ее развитию. Возможно, что эти основные понятия философии и науки Башляра выражают не конкретно исторические феномены, а являются интеллектуальными средствами для понимания сложной динамики научного развития, синтезирующими при своем корректном применении как историческое, так и теоретико-эпистемологическое измерение познания. Образ разума, внушаемый Башляру современной ему наукой, характеризуется им в следующих словах. Абсолютного разума не существует. Рационализм функционален. Он многолик и подвижен. Кстати, я от себя еще добавлю, когда я читал текст, непосредственно посвященный этому самому новому рационализму, это в том числе рационализм, который, в отличие от классического рационализма, начинает учитывать воображение, эмоции, чувства и прочие такие вещи, которые раньше до этого игнорировались. То есть, если вы так подумаете, подумайте, рационализм это вроде бы не про чувства, это вроде бы с чувствами никакого взаимоотношения не имеет и иметь, наверное, не должно. Соответственно, не должно иметь никакого взаимоотношения. Но в итоге рационализм новый, по крайней мере, приходит к тому, что разум не должен уходить от всех вот этих вот понятий, которые раньше считались иррациональными, непонятными, ненужными. Их тоже нужно уметь и учиться обрабатывать. Таким образом, по башляру, разум выступает как безгранично подвижная познавательная самодеятельность, себя расширяющая и преодолевающая, лишенная каких-либо неизменных оснований и идеалов. Сами критерии истинности изменчивы, и поэтому, считает философ, платоновская эпистемология не подходит для современного рационализма, так как, признавая неизменный мир идей, она и мобилизует разум, в то время как современная наука творит новую природу в человеке и вне его. И в соответствии с такой установкой мобилизма, реальность у башляра уступает место реализации, объективная истина объективации. В научно-техническом преображении природы башляр подчеркивает конструктивно-созидательный процесс. Разум не только отражает ее, не столько отражает ее, сколько творит новые явления. То есть получается феноменотехника такая, да? И хотя башляр, как и Платон, признает высокий онтологический статус за математическими объектами, однако у него эта самая категория бытия подчинена категории становления, что перебрасывает мост от исторической эпистемологии к постструктурализму. Теперь разумизм ванамаса. Давайте разберем разумизм ванамаса. Разумизм ванамаса – это терминологически пустая концепция, в которой под разумом не понимается ровным счетом ничего. А разумизм содержательно пуст. Для разумиста принципиально важно просто не быть быдлом. Но такая характеристика не ограничивает разум как таковой во всем многообразии его определений. Нас в большей степени интересуют основные свойства разума, а не отличие себя от быдла. Соответственно, поэтому разумизм ванамаса не имеет никакой, соответственно, ценности философской. Он довольно поверхностен, он, в принципе, мало интересен, он малосодержателен, он бессмысленен-то на самом деле. Он ничего не привносит. Он ничего нам не привносит, к сожалению. И это довольно грустная концепция, по большей части. Довольно грустная, довольно беспросветная в этом смысле. Довольно предопределенная. То есть, понимаете, получается таким образом, что быдло, оно как бы навечно остается быдлом. Оно навечно остается быдлом, и ему уже ничего, как бы, ему никто уже не поможет. Вот. Быдло всех уничтожает. Ну вот. В смысле, прям генетически, наверное, предопределено, кто станет быдлом, кто не станет быдлом. Это грустно. Это грустно. Вывод. Рационализм исторически обусловлен. Но мы можем поставить под вопрос его необходимость. История развития рационализма показывает нам колоссальную удачу, которая преследовала эту идею на протяжении начала ее зарождения. Все более-менее мощные противники данной идеи были уничтожены по случайному стечению, по удачному стечению обстоятельств. И при том, что разум так и не был окончательный и безоговорочно определен. Это концепция, которая постоянно висела в воздухе и меняла определение. Как ни странно. Но при этом важно заметить, что для нашей культуры понятие разума играет колоссальную роль. Существование разума подтвердить невозможно. Но при этом оно образует саму сущность европейского мышления. Это очень важная часть нашего дискурса, которая развивалась со времен античности и не закончила свое развитие даже в наши дни. То есть чисто содержательно, чисто содержательно, чисто содержательно. Рационализм непонятно что такое, но так или иначе разные элементы, разные атрибутики, разные атрибутики рационализма, они так или иначе влияют на действительность, на науку, на общество, на философию до сих пор влияют. И не прекратили свое влияние, и не знаю, прекратят ли вообще его когда-либо. Тут другой уже вопрос. Потому что рационализм развивается в таких вот, в разных пропорциях очень давно, с очень давних времен. Если что, я вконтакте уже выложил историю рационализма 7 секунд назад, друзья. Вы можете скачать лекцию по истории рационализма, она на самом деле действительно очень краткая, небольшая, можно было бы и поподробнее нырнуть в разные какие-то аспекты этой самой истории рационализма. Но я сделал все, что мог, соответственно, за предоставленное время. Если что, если есть какие-то вопросы, есть какие-то комментарии, друзья, я вас выслушаю, сейчас можем поговорить немножко про рационализм. Я, в принципе, не против, давайте попробуем еще и обсудить. Пишут, рационализм это вера в априорное знание. Может быть, плюс-минус. Ну, то есть, да, скорее, да, чем нет. То есть, все рационалисты верят в априорное знание, да. А что такое вера в априорное знание? Ну, это уже эмпиризм. Это уже эмпиризм. Так вот, так вот, так вот, так вот. В принципе, как мы видим, корни рационализма вообще берут свое начало из антички. И с этим довольно трудно спорить. То, что получилось в истории в новое время, ну, довольно интересное образование. Довольно интересное образование, довольно неоднозначное тоже, на мой взгляд. Ну, вот что было, то и было совершенно. Так вот. Так вот, друзья, давайте еще поговорим немножко по этой теме, и потом уже будем переходить к анархизму, соответственно. Я просто на 15 минут раньше закончил. Я сильно быстро читал. Надо было, наверное, как-то это повременить немножко. А, я не вас спрашивал от того чела. Окей. Окей. Тот чел пусть отвечает. Чел чечен пусть отвечает. Андрюху, да. Андрюху Рашу. Он шиз пишет. Ну, это нерационально, Джон Дойн, называть человека шизом. Мы живем в эпоху пострационализма, уже видим. Ого! Пострационализм. Как вам такое? Пострационализм. Как вы относитесь к пострационализму? Плоти напорвало. Ну, относительно, кстати, неоплатонизма, я бы отчасти даже бы зафиксировал, что некоторые неоплатоники скорее даже отошли от чистого рационализма. То есть, там было много мистики своеобразной в каком-то смысле. То есть, неоплатоники, по большей части, углубились в мистику по сравнению с представителями предыдущих философских школ. С какой-то стороны. С другой стороны, некоторые из них развивали математику, науку, логику даже, развивали рассуждения о категориях, развивали там, не знаю, порфирий какой-нибудь или еще кто-нибудь там, развивали категории, соответственно. То есть, неоплатонизм в этом смысле неоднороден, если мы думаем о неоплатонизме. Ну, и неоплатонизм, он во многом предопределен. Он во многом предопределен непосредственно историей античной философии. Если бы мы попытались углубиться в античную философию еще глубже, если бы мы попытались углубиться в античную философию еще глубже, это просто заняло бы всю лекцию. Вот. Это реально было бы очень жестко. Относительно феноменологии, кстати, я не вижу в феноменологии обязательного воздействия на рационализм. То есть, феноменология может пройти мимо рационализма. А вот феноменология не может пройти мимо на самом деле эмпиризма, потому что опыт. Опыт. Вот феномен. То есть, феноменология не обязательна для рационализма. Она может быть в него включена, она может быть рационализирована, она может быть рационалистической феноменологией. Но вот как бы феномен. Вот феномен. То есть, здесь все не так однозначно. Ну вот, соответственно, друзья, я думаю, мы закончили с лекцией по истории, краткой истории рационализма. Я выразил плюс ко всему свою довольно-таки маргинальную позицию по этому поводу, потому что вы могли услышать и критику рационализма там, соответственно. То есть, многие люди, которые абсолютизируют рационализм, они обычно там говорят, о, ура, рациональное мышление развивается, как хорошо, как нам нравится это, о, рациональное мышление, ой, 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 ой. Такие радуются, да, тому, как рационализм развивался, все это хорошо. Для меня важен аспект того, что могло бы развиться вместо рационализма. Спрашивают, как Кант закончил спор рационалистов и эмпириков? Да никак. На самом деле никак. Ну, то есть, формально никак. Ну, как вам сказать сюда, досмотрите, в критике чистого разума, в критике чистого разума, вот, кстати, в лекции было почти не сказано про Канта, давайте про Канта поговорим. В критике чистого разума Кант подвергнул критике способность чистого разума познавать, соответственно. Загадал, он пишет, Шадов не понял Канта. Прямо сейчас, что ли? Прямо сейчас, что ли? Ну, Кант, по своему мнению, мог и закончить спор рационалистов, но на самом деле спор никуда не делся, на самом деле. Сейчас я буду объяснять, что вообще произошло, соответственно. Что произошло? Что произошло? Ценадо пишет, а маргинал сказал, что он окончательно решил этот вопрос и поставил точку. Напоминаю, что маргинал дурачок, как бы. Напоминаю, что маргинал дурачок, соответственно. Исторически он точку не поставил. Ну, посмотрите, ну, Гегель тоже, например, считал, что он завершил философию и поставил точку. Вопрос, поставил ли Гегель точку на философию, наверное, открыт. Пишет, а почему в лекции не было ни слова о Марксе и Расселе? Маркс не рационалист, ну, как не рационалист, опять же, условно. Ну, и Рассел в чистом виде ничего не сделал. А, Загдал он пишет, ты просто с ним не согласен, Кант считал, что поставил. Ну, Гегель считал тоже, что он поставил точку на философию. Больше после Гегеля философия невозможна. Так вот, в каком смысле Кант мог поставить точку в споре эмпириков и рационалистов? В том смысле, что Кант, в принципе, он утверждал, что чистый разум, он, конечно, ну, как бы есть, он есть, и мы имеем право, как бы, на него рассчитывать, но достоверных выводов о мире мы из него получить не можем. То есть, если мы рассмотрим антиномию чистого разума, бесконечен мир или не бесконечен, есть Бог или нет Бога, есть свобода или нет свободы, есть ли мельчайшие, ну, то есть и конец деления материи или нет конца деления материи. В ответе на эти вопросы мы сталкиваемся с большой проблемой. То есть, мы не можем их решить средствами чистого разума. То есть, Кант, в принципе, попытался раскидать, что мы можем решить с помощью чистого разума, а что не можем. Ну, например, с математикой мы можем работать в рамках чистого разума, и Кант это, в принципе, разрешает. С другой стороны, мы не можем работать в рамках чистого разума с такими вот, не знаю, абстрактными понятиями, которые мы можем как доказывать с помощью чистого разума, так и опровергать без каких-либо проблем. В этом смысле Кант оказывается довольно двояким, но и в целом понимаете в чем дело? Сам Кант себя тоже в этом смысле не то чтобы сильно любил, потому что как только Кант взял и поставил точку на том, что мы не можем решить с помощью чистого разума проблему свободы, свободы воли и прочих вот таких вещей, ему приходится разрешать эту проблему свободы уже в тексте критика практического разума соответственно. То есть ему приходится решать проблему свободы воли с помощью этики. Ну и с Богом там тоже отчасти он пытается, знаете, заход такой хитрый сделать, попробовать как бы немножко копнуть в сторону существования Бога с помощью этики тоже пытается, как ни странно. И вообще не следует забывать, что Кант довольно религиозный мыслитель, ну как религиозный, у него есть очень много текстов, оправдывающих религию, и в этом смысле Кант, ну как сказать, представитель своего времени, короче Кант, безусловно представитель своего времени. А то, что Кант поставил точку на споре рационалистов и эмпириков, ну рационалисты и эмпирики так не считают по большей части. Более того, немецкая философия, которая вроде бы и уважительно относится к Канту, ее основная цель разнести Канта в пух и прах, соответственно, и обосновать, что все-таки с помощью чистого разума вообще возможно все-таки взять и познавать. Что Кант был неправ, короче, пытались доказать. Немцы, например, они очень сильно сконцентрировались именно на критике Канта, как ни странно. И этих немцев скорее вот вплоть до Гегеля можно называть рационалистами. Условно уж фихте, который очень позитивно относился к Канту, идеалист, ну и, наверное, отчасти тоже рационалисты. Опять же, диалектика там присутствует, у Гегеля вообще чисто рационализм. Неподолагой пишет, а почему Шопенгауэр считал, что Кант изгнал поповство из передовой философии? Хрен знает, вы сформулировали довольно странно. Ну, Шопенгауэр фанател по Канту просто. Во-первых, первое, что мы должны заметить, Шопенгауэр фанател по Канту. Во-вторых, критика чистого разума, ну, она располагает, в принципе, к тому, чтобы Шопенгауэр по ней фанател, потому что, ну, там пространство и время — это форма, это фундамент для нашего представления. Мы можем даже вообще, в принципе, не постулировать их существование, понимаете, в чем дело? То есть мы можем быть вообще, в принципе, и не уверены в том, что у нас существует время и пространство в чистом виде. Блин, Сунадо, ну сколько можно, Александр? А в чем Шопенгауэр был не согласен с Кантом? Я не учил Шопенгауэра наизусть, я напоминаю, друзья. Я читал книжку «Мир как воля и представление» два раза, может быть, три. Это не значит, что я наизусть изучал то, почему Шопенгауэр непосредственно ненавидел, критиковал Кант. Кант писал, что невозможность познать Бога ни с помощью науки, ни с помощью теологии, то есть он теологию опустил. А, ну, может быть, да, может быть, так и есть. Опять же, этот момент я пропустил тоже. Ну вот, друзья, ну вот. Вот, мы подходим, в принципе, к окончанию шести минут последних, связанных с этой самой лекцией. Загдалман пишет, что Шопенгауэр критиковал Канта за схематизм и роль воображения в теории познания. Окей, вполне возможно. Опять же, с воображением тут надо еще понимать, что роль воображения у Канта в теории познания, она уделяется в основном в первом издании критике чистого разума. Ну, то есть во втором издании критики чистого разума функции воображения были сильно урезаны, соответственно. И во втором издании критики чистого разума, а второе издание мы все и читаем, соответственно. Вот, вот там с воображением поменьше. Ну, а Кант, действительно, схематизм у него есть такой. Кстати, 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 ну, я Канта не пересчитывал уже несколько лет, Загдауман, наверное. Я просто брал иногда книжку, может быть, перелистывал ее, но не читал полностью. Ну, и Кант, как вы понимаете, не один из моих основных мыслителей. Поэтому, ну, вот, спасибо за дополнение, если вы действительно все это правильно помните, круто. Ну, что, друзья, ну, что, соответственно, эта лекция может считаться законченной, наверное. Считаться законченной. Спасибо вам за комментарии, спасибо за, там, беседы. Блин, спасибо, простите, МС, трактир знаний, что я, как бы, это, ну, не разобрался с тем, что вы меня там задвигали. Я просто, вот, ну, мне нужно было двигаться дальше, потому что, ну, вот, как бы, останавливаться на месте было довольно трудно. Так вот, останавливаем эту запись тогда.